Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. Наконец-то я вернулась из долгого-долгого перерыва. Не было меня потому, что... Ну, тут на самом деле всё просто. Так как вышли изменения по почте России, да, касаемо зарубежных интернет-покупок, стало как-то непонятно, как вообще покупать и получать свои посылочки. Поэтому пришлось просто подождать, посмотреть на наших друзей, которые рискнули и заказали, и, ну, каким образом это всё сейчас по новым правилам получается и так далее. На самом деле всё точно так же осталось, никаких изменений не произошло. Поэтому вот она моя покупка, первая после такого большого перерыва. Это ручка Паркер. Ну, на самом деле я так и не поняла, это оригинальная ручка Паркер или просто очень хорошая копия. Вот это вот оригинальная ручка, которая покупалась в оффлайн-магазине в России за 5000 рублей. Это ручка с Алиэкспресс за 31 доллар 75 центов, по-моему. Точнее, смотрите под видео цену. Внешне коробочки по цвету одинаковые. На китайской коробочке китайская наклеечка. Но в целом, несмотря на то, что они отличаются по размеру, в интернет-магазинах российских мы видели, что, ну, как утверждают, что оригинальный Паркер, да, имеется и вот в такой коробочке продаётся. Вот эта коробка, значит, открывается таким образом, это вот таким. Давайте посмотрим на оригинал. Значит, Паркер, всё, вот сама ручка, бумажечки, механизм для заправки из бутылька. Всё отлично. Ручка с Алиэкспресс. Точно так же бумажки касаемые Паркера. Механизм для заправки. И ручка. Тоже, кстати, вот с такой же ленточкой. Коробочка. Смотрим ручки. Внешние ручки абсолютно одинаковые, на первый взгляд. Но мы нашли несколько отличий. И вот сейчас я вам расскажу. Значит, оригинальная ручка, вот она. Как нам показалось, да, она более тёмная. Хотя они обе, конечно, чёрные, да, но вот это вот более тёмного цвета. И позолотца 18 каранда. Тоже здесь темнее, нежели чем у китайского Паркера. Китайский Паркер более яркий. По напылению. Также мы нашли отличия на колпачке. Несмотря на то, что у обеих ручек написано Паркер, да, то есть вот здесь вот стоит буковка П, а здесь вот эмблемка с коробочкой. Это оригинал. Дальше. Всё остальное одинаковое. Вот здесь вот. Обратите внимание, что на оригинальном, что на китайском Паркере. Такие вот какие-то как пипочки. Всё, этого не надо бояться. Это оно так и есть. Открываем ручки. И смотрим. Значит, у оригинального Паркера за 5000 рублей оказались, вот если видно, да, корпус вот с такими вот швами, получается, запаянными. Вот они. Ручка из пластика какого-то сделана. У китайского Паркера никаких вот таких швов нету, что намного приятнее держать его и писать. Давайте посмотрим на перья. Что касается перьев, то тут точно так же. На оригинале стоит вот эта эмблема Паркер. Ну и так же написано Паркер. На Алиэкспресс, с Алиэкспресс Паркере, стоит просто буковка П. Но три ручки тоже абсолютно одинаковые. В принципе, ничем не отличаются. Ну, этим уже писали. Поэтому здесь чернил уже намного меньше. Пишут оба Паркера вообще без проблем, без нареканий. Легко и просто. Продавец сайта Алиэкспресс, значит, утверждал, у него на странице написано, что это оригинальный Паркер, выполненный на заводе в Шанхае, по-моему. Также мы зашли на сайт Паркера, и там тоже было указано, что у них есть завод в Китае. Поэтому, насколько это копия или оригинал, тоже мы так и не поняли. Если это копия, то очень хорошая копия. В принципе, говорю, там минимальные отличия какие-то. Если вам нужна ручка, ну, для того, конечно, чтобы подарить какому-то ценителю Паркера, да, там, суперручек, то, в принципе, вы можете очень хорошо в пять раз сэкономить, заказав его на сайте Алиэкспресс. Если нет, то, конечно, я вам советую купить в каком-то официальном магазине, если это какой-то такой подарок, да, или вы действительно цените ручек. Но, честно сказать, эти обе ручки мне не очень-то понравились. Ручка тоже Паркер, за 1700 всего, обычная металлическая, намного приятнее по качеству корпуса. Она тяжелая. Не знаю, вот, честно сказать, вот это вот не совсем металл, да, все, но какой-то такой очень приближенный, схожий материал. Ручка тяжелая, за счет этого намного удобнее писать, и за счет того, что она такая матовая какая-то, очень приятно. В руке сидит. Поэтому выбор за вами. Возможно, просто Сонет не та модель, которая нравится чисто мне. Но в целом, говорю, разницы особо никакой нет, кроме того, что цена очень даже существенно отличается. Всем спасибо за внимание. Всем отличнейшего настроения. И, конечно же, приятных покупок. Пока-пока.